Добро пожаловать на платформу ProgressMe. В данном видео мы узнаем, как создать урок с помощью шаблонов платформы. Для того, чтобы создать свой урок, вам нужно нажать на новый урок и запомнить графу информации об уроке. Далее вы можете разделить свой урок на секции. Далее вы можете добавить информацию об уроке. Для того, чтобы это сделать, мы выбираем шаблон «Заметка» и заполняем графы. Также вы можете добавить слова, которые планируете взять на уроке. Для этого мы можем взять шаблон «Текст» и заполнить графы. Далее мы переходим в секцию Warm Up и создаем упражнение для разогрева. Выбираем шаблон «Изображение», прописываем задание и сохраняем. Вы также можете добавить заметку с ответами, которую будете видеть только вы. С помощью шаблона «Статьи и сочинения» мы можем создать упражнение «Ответьте на вопрос». Далее мы переходим в раздел Vocabulary и создаем упражнение на словарь. Мы выбираем шаблон «Завместить слова с картинками», добавляем изображение, подписываем их. С помощью шаблона «Заметка» мы создаем шпаргалку для учителя, которую будете видеть только вы. С помощью шаблона «Составить слово из букв» мы создаем упражнение для отработки вокабуляра. Также мы можем использовать шаблон «Расставить по колонкам» для того, чтобы распределить вокабуляр по категориям. С помощью шаблона «Изображение» вы можете подгружать картинки для обсуждения. Далее мы переходим в секцию «Listening» и создаем упражнение на знакомство с лексикой перед прослушиванием аудио. Для того, чтобы добавить аудио, мы выбираем шаблон «Аудиозапись» и подгружаем сохраненную дорожку. В окошке вы можете добавить скрипт и поменять его цвет. В настройках аудиодорожки вы можете поменять скорость воспроизведения. С помощью шаблона «Заполнить пропуски» мы создаем упражнение для аудирования. Далее мы переходим в секцию «Speaking» и создаем упражнение с помощью шаблона «Упорядочить слова». С помощью шаблона «Изображение» мы добавляем картинку для обсуждения. В уроке также есть секция «Домашняя работа», где вы можете создавать задания. Пример «Заполнить пропуски словами из списка». В настройках урока вы можете подгрузить изображение для обложки. Итак, наш урок готов. Прекрасного вам занятия! Продолжение следует...